Доброго времени суток, дамы и господа, с вами на связи Леонид Юнец. 9 июня 2017 года, пятница, конец торговой недели. Я продолжаю свой видеообзор по волнам релевода и ценовых данных на рынке валют. По основной валютной паре цена решила продолжить снижение в течение предыдущей торговой сессии. И мы сейчас имеем такую ситуацию. Вот у нас был импульс, предполагаемый в первой волне. И вот у нас было движение вниз, коррекция от этого импульса, которая преодолела уже расстояние 61,8% по Fibonacci. И тут будет такая развязка. Если цена с текущих оттолкнется и пойдет вверх, придет как минимум уровень 1,12, как максимум уровень 1,125, то тогда мы будем говорить о состоятельности варианта с расширенной вот этой пятой бычей волной. То есть, мы говорили об этом в прошлом видеообзоре, что-то волна предполагается быть расширенной. И она может быть такой, не нарушая никакие волновые правила, потому что вот у нас в этом любите 1,2,3,4. Третья волна уже является больше первой. И если пятая будет больше третьей, это значит, что третья в любом случае не будет самой маленькой в этом импульсе. Но также остается актуальным и вариант, что мы с текущим можем пойти вниз, если цена решится пойти вниз, продолжить снижение. И этот вариант будет актуальным после преодоления отметки 1,115, 1,114. Но, как говорят другие специалисты, лучше всего преодолеть отметку 1,11 для пущей уверенности. Но, понимаете, вот мы сейчас перейдем и поговорим по фунту, о фунте. И по фунту интересная ситуация, что он резко пошел вниз. Почему? Потому что состоялись общие парламентские выборы вчера. И лучше было, конечно, не торговать вчера. И вот их результаты оказались довольно-таки неожиданными. И для правящей партии, партии, консервативной партии, во главе с Терезой Мэй, и для всей Европы, в принципе. Ну и, как оказалось, и для трейдеров тоже это было неожиданностью. Но если мы говорим о том, что партия или курс партии Тереза Мэй не получила поддержку, потому что смысл этих досрочных парламентских выборов заручиться большей поддержкой от населения для того, чтобы провести так называемый развод с Европейским Союзом. Вот это было главной целью этих выборов. И получается, что население не хочет так особо выходить из Евросоюза, как они хотели раньше. Ну пусть будет так, как они хотели раньше. Поэтому для Евро это должен быть хорошим сигналом. Поэтому, может быть, возвращаясь к Евро опять, может быть, бычья волна, она может быть и из этой точки зрения более актуальна. Или приобретает большую значимость. По фунту, конечно же, лучше было воздержаться от торгов, когда идут выборы в стране. Тем более, что сегодня конец торговой недели, но после обеда будут окончательные результаты. Пока есть данный экзит-полог. И, ну, как говорят в народе, да, в русском умная мысля приходит попосля. Те, кто оставался в дне рынка или вообще, может быть, оставался, был в продаже, это очень хорошо. А те, кто был в покупках, для них это, конечно же, плохо. Ну, вот смотрите, что у нас есть сейчас. Мне кажется, и завершенная пятая волна, составив волну вайп, составив волну 4. Раз, вот так вот, посмотрите. Четвертая волна. Что у нас есть? У нас есть еще волнами 2G1, волнами 2G2. Среднего порядка есть мелкие уже 1. И мне кажется, сейчас будет формироваться вторая волна. До того, как, мне кажется, будет флэт в течение сегодняшнего дня, но как минимум, вот, оформление вот этой коррекционного движения во второй волне. Вы знаете, что сейчас есть данный эзит Полов, что где-то 300, так, в английском парламенте 650 мест. Для того, чтобы получить большинство, нужно иметь 326 голосов в минимуме. Тереза Мэй, ее партия консервативная имели до этого 330, то есть они имели большинство, но они хотели заучиться большей поддержкой. Сейчас они даже это большинство не получают, даже 326 мест не получают, по предварительным данным, конечно же. Они сейчас имеют, кажется, 316, за ними идут лейбористская партия. Поэтому, друзья, будьте аккуратны с фунтом, лучше воздержаться от торгов по фунтовым парам. Вот на этом я закончу вот это обсуждение данной валютной пары. По австралийцу. По австралийцу у нас коррекция в предполагаемой четвертой волне длится уже слишком долго, и она уже как-то миссоразмерна с предыдущей второй волны. Поэтому тут может быть просто А, Б, С и можем пойти с текущей вниз. Либо сохраняется вероятность движения вверх, только после пробоя уровня 0.75,6. Ну, как минимум 0.75,5. По новозеландцу. По новозеландцу у меня покупка сохраняется, она в маленьком плюсе. И как бы там ни было с фунтом, с евро и с австралийцем, мне кажется, тут приоритетель быть движения по новозеландцу. Как минимум до уровня 0.72,4, а потом после пробоя уровня 0.73, как максимум до уровня 0.74. По японской иене пара отбилась вот этой линии сопротивления, линии поддержки для цены на уровне 109,3. И мы пошли вверх, но не факт, что это уже начало движения вверх в рамках вот этой третьей крупной волны. Может быть мы еще пойдем еще вниз, на этот случай у меня есть ложка на продажу. Тут пока ситуация не ясна. Тут тоже лучше пока воздерживаться от торговли, тем более, что конец недели. По канадцу ничего не изменилось, продолжается аплодисменты, все то же самое, что было вчера. По франку цена идет уверенно вверх, и она уже зашла. Вот в пределах вот этого канала, скажем так, вот так. Вот так. Она зашла, у меня, если помните, была отложка на покупку на том уровне, она бы сейчас работала, но я решил передвинуть на уровень 0.98 и пока тоже буду вне рынка по этой паре. Потому что если это начало движения вверх, то это будет полна 1, потом будет коррекция, и вот после окончания коррекции можно будет вступить в рынок, скорее всего, на следующей неделе. И вот по евро фунту. Конечно же фунт тоже сдал резко позиции, мы пошли резко вниз, мы даже не дошли до отметки 38.2 по фибоначо. Но в принципе можно считать эту коррекцию завершенной. Зайти сейчас в раненок в покупки тоже не стоит, потому что тут, возможно, коррекция, неизвестно, какую форму она примет. Поэтому я довольствуюсь или ограничился выставлением ордера, отложенного на покупку на уровне 0.88 и 4 с целью 0.89. По фунту к японской иене тоже только отложки, потому что мы резко тоже пошли вниз. Помните, я вчера говорил 1, 2, 3, 4, 5. Но это была 5-ти волновка, предполагаемая, допустим, какой-то коррекционной волне. Мы пошли резко вниз, и я видел по рейтингу IP-управляющих, те, которые были в первых позициях, тоже резко, резко ухудшили свои результаты. Конечно, можно было поймать подъем пары. Я лично поймал вот отсюда, вот отсюда вот, давайте я вам покажу. Это был небольшой профит на фоне довольно-таки большого, весистого лося, скажем так. И как бы там ни было, цена достигла вот это движение, достигла 61,8 по Фибоначчи. Если все-таки мы пробьем подъем, не значит, коллекция пойдет на старший таймфрейм. Примерно она может идти до уровня 134, 134, 135, а может быть даже 134, 135, а может быть 133,7. По фунтах франку вне рынка. Мы также резко пошли вниз, и можно предположить, что это сформировавшаяся волна B, это C. Мы можем в текущих пойти вверх, есть такая вероятность, а можем еще пойти на окончание коррекции вниз до уровня 1,22. По евро к японской иене вне рынка отложки ситуация пока вот такая же неоподеленная, как и было вчера. И по евро к франку я открыл продажу. Я все-таки жду, когда отработает уровень 1,08,3, но, как говорится, это может быть просто как ловля ножей. На этом у меня все, дамы и господа. Желаю вам профитного окончания недели, попутного тренда, жирных прожиток и точек лосей. И до скорой встречи в эфире на следующей неделе. Пока-пока. Продолжение следует...